Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы начинаем новую серию передач, посвященных оружию 19 века. Про это оружие мы говорили раньше, но сейчас мы займемся этим периодом более целенаправленно и углубленно. И начнем с Эмма Кольта. Сэмюэла Кольта. В принципе, фигура достаточно известная, можно сказать, легендарная для данного периода. Кроме того, она мне интересна еще и как писателю-фантасту, потому что, в принципе, когда начинаешь разбираться, то биография Сэма Кольта, с поправкой на то, что часть писали, как говорится, слов персонажа, начинает выглядеть как биография типичного попаданца. Заметим, причем попаданца, не обладающего какими-то большими техническими знаниями. Итак, классическая легенда. Вот юный Сэм Кольт с детства горел, чем сделать что-то такое. В частности, сделал фейерверк пруду, и чуть не взорвался при этом. И вот, когда он в юности отправился на бреги Корва, подсмотрел там у штурвала конструкцию револьвера, впоследствии запатентовал свой револьвер, знаменитый Кольт, и с этого момента началась эпоха именно револьверов как в США, так и во всем мире. На самом деле, конечно, это не совсем так. Оружие на револьверном принципе было известно задолго до. Первые конструкции, вообще сохранившиеся даже, датируются 1500-ми годами, причем, судя по тому, что это конструкции достаточно оформленные и законченные. Скорее всего, им предшествовали какие-то еще не очень удачные опыты, результаты которых просто не сохранилось до наших дней. Если говорить о периоде Кольта, то ему предшествовал еще один, также американский изобретатель, Лиша Кольер, который в ноябре 1818 года запатентовал револьвер с ударным еще Кремлевым законом, так называемый Кольер-Флинтлок-револьвер. По разным данным, было заказано порядка 200 этих револьверов и револьверных оружий. Производились они в Англии, которая на тот момент была мастерской меры, это звание у нее никто не отобрал. И очень может быть, что на борту Брига Корва Кольта знакомился не с конструкцией штурвала, а именно с револьвером Кольера, который мог быть заказан кем-то из офицеров армии остыдийской компании. Даже если он не видел его по пути в Индию, он вполне мог увидеть его в Лондоне, куда Брик тоже заходил. Но в любом случае, откуда бы ни черпал свое вдохновение Сэм Кольт, можно сказать, что у него не было точного понимания, как должен выглядеть новый револьвер. У него было, как я прочел в одном из документов периода Второй мировой войны, уже наших документов, принципиальная схема идеи. Вот Кольта была принципиальной схемой идеи, у него не было ни понимания, как это делать, ни производства, ни денег. На первый опыт дал деньги отец Кольта, но этот револьвер взорвался при испытаниях, на этом родительское финансирование прекратилось. И Кольт занялся поиском денег самостоятельно, давая лекции о применении веселящего газа, закиси азота. Можно сказать, что маркетолог из Кольта был более удачный, чем оружейный конструктор, поскольку предприятие знаменитого доктора Кольта из Нью-Йорка процветало и приносило вполне неплохой доход. Тем не менее, заветной мечтой Сэма Кольта оставалось создание револьвера. И вот в октябре 1835 года он запатентовал свою конструкцию в Англии, в феврале следующем в США. Однако, патент-патентом, а знаний сделать это в железе у него не хватало, поэтому первый револьвер он собирал вместе с более опытным оружейником из Балтимора Джоном Пирсоном. Одновременно он собирал по родственникам и знакомым деньги на создание оружейного производства. Первый завод Кольта открылся в Паттерсоне, Нью-Джерси, и именно поэтому первые револьверы Кольта так и называются Паттерсон. Надо отметить, что конструкция эта, как вы можете видеть, она была достаточно далека от револьвера в нашем привычном понимании. В частности, спусковой крючок был скрыт и появлялся только при взводе курка. Да и в остальном конструкция, скажем так, не отличалась продуманностью и жачеством. Как я уже сказал, Кольта была принципиальной схемой идеи, и это было достаточно далеко от того, что реально могло стать продаваемым и интересным. Подошедшие до нас информации, неизвестно точно, насколько она правдива, Кольт при этом настаивал на максимальном использовании машинного способа производства и даже придумал конвейерную систему. То есть сложно сказать, действительно имело ли это место на производстве Паттерсона, или оно всё-таки появилось позже. Тем не менее, высокая цена его оружия, 40-50 или 50 тогдашних долларов, это примерно 1000-1250 современных долларов, позволяла найти заказчиков на небольшие партии в несколько десятков стволов. При этом, когда, наконец, Кольт получил крупный заказ от штата Флорида, выполнить он его не смог, и отзыв этого заказа в конце 1843 года привёл к тому, что завод Кольта закрылся. Точное число выпущенных Паттерсонов неизвестно, сохранившиеся данные дают диапазон примерно 2300-2800 экземпляров. Паттерсоны производились в нескольких вариантах, наибольшей популярностью пользовалась так называемая модель номер 5, калибра 0,36 дюйма. Особенно высокую оценку дали и те, кому постоянно предстоит вступать в бой с индейцами или мексиканцами. В частности, Республика Техас, на тот момент это было ещё независимое государство, закупила несколько партий револьверов и карабинов Кольта для флота и своей армии. Несмотря на выявленные очень многочисленные недостатки первых Паттерсонов, всё-таки нашлись те, кто считали, что у этого оружия есть перспектива. И эти люди занимали достаточно ответственные посты в новой техасской структуре техасских рейнджеров. Все мы знаем знаменитого техасского рейнджера Уолкера, но гораздо меньше народу знает, что у него был не менее знаменитый реальный предшественник Сэмюэл Гамильтон Уолкер, который не только является отцом одноимённого револьвера, но и вполне себе значимой фигурой в истории техасских рейнджеров. Свою военную карьеру он начал в 1836 году, в достаточно юном возрасте, записавшись в экспедицию, как тогда было принято говорить, против индейцев Кри. Затем перебрался во Флориду, потом в Техас, в 1842-м попал в плену мексиканца, пережил жеребьёвку чёрной фасоли, так называемую, когда по приказу генерала Санта-Анны был расстрелян каждый десятый из американских пленников, и после освобождения присоединился к отряду другого очень знаменитого в Техасе человека. Этим человеком был Джон, или Джек, как его называли, Хейс, личный друг первого президента республики Техас, ещё одного Сэма Хьюстона. 16 января акт Конгресса Техаса уполномочил капитана Хейса создать новую роту рейнджеров, историка рядовых. Именно Хейс командовала ротой техасских рейнджеров, которые участвовали в бою при Паун-Крик и ряде других боёв. Пожалуй, наибольшего известных получил так называемый бой за тропу Пинта, также известен как бой около ручья Уолкера, когда вооружённые револьверами рейнджеры смогли разбить численно превосходящий отряд Каманчи. 15 рейнджеров атаковали порядка 60 или 70 индейцев и победили. Собственные потери рейнджеров составили один человек убитыми и 4 раненых. Самым серьёзным раненым был Сэм Уолкер. Некоторые ожидали, что он умрёт, но в конце концов он выздоровел. Именно в честь Уолкера капитан Хейс, рассказывая о бои, назвал ручей Уолкер Крик. Итак, перед началом очередной мексиканно-американской войны Хейс и Уолкер, обсуждая будущее вооружение своего подразделения, пришли к выводу, что лучший Паттерсон мог бы стать хорошим выбором для кавалериста. Уолкер отправил письмо инспектору контрактных вооружений, капитану Уильяма Тортону, спрашивая, как бы он мог закупить тысячи револьверов Паттерсона, желательно усовершенствованно. Он узнал, что оружейная компания Кольта прекратила свою деятельность, так что револьверов купить нельзя. Вопреки легенде, именно Кольт, узнав о запросе, первым написал Уолкеру с предложением позабновить производство револьвера с учётом пожеланий Хейнджера. В итоге долгих переговоров Сэм Кольт получил заказ на производство тысячи, по тем временам действительно огромная цифра, усовершенствованных револьверов, которые он в честь своего благодетеля назвал Кольт Уолкер. Однако реально у Кольта в тот момент не было финансовых и производственных возможностей для выполнения этого заказа. Кольт обратился за помощью к Элли Уиттману-младшему, известному изобретателю хлопкоочистительной машины, за помощью с финансовой стороной дела. Более того, чтобы облегчить производственную нагрузку, контракт был разделён на два заказа по 500 револьверов. Как только первый заказ будет доставлен, второй будет утверждён. Однако даже 500 револьверов были для того времени достаточно сложной задачей. Из-за проблем с производством Кольт всячески затягивал выполнение заказа, доходя до прямой лжи в письмах Уолкеру, расписывая, как он переплачивает рабочим, как он старается ускорить производство, чего реально не было сделано. Более того, когда наконец новые револьверы начали поступать в армию, военная приёмка обнаружила в них ряд недостатков. Фактически, единственными новыми револьверами, которые попали в армию на первом этапе, была пара подарочных револьверов, которые Кольт прислал лично Уолкер. Но это были единственные новые револьверы, которые капитан Сэмюэл Уолкер увидел в своей жизни, прежде чем 9 октября 1847 года он был убит в бою в Мексике. Его рота получила первые револьверы более чем через месяц после этой даты. Основные усовершенствования, предложенные техасцами, были следующие. Техасцы согласились на увеличение массы оружия, поскольку револьверы всё равно предполагал переводить в сидельных кабурах, и масса была не очень существенна. Зато они потребовали добавить в барабан шестую комору. Таким образом, новый револьвер Кольта стал первым из тех самых легендарных шестизарядников. Кроме того, техасцы попросили повысить мощность револьвера вследствие дальности пробития. Рейнджеры сформулировали это следующим образом. Из револьвера требовалось убить человека или лошадь одним выстрелом. Именно вот это требование впоследствии очень много где каукалось, даже в испытаниях Паранаганска, на что револьвер должен останавливать лошадь. Тем не менее, первые Уолкеры действительно могли это сделать. Зафиксирован случай, когда один из рейнджеров, получивших первые револьверы, случайно застрелил в голову собственную лошадь одним выстрелом, как просили. Правда, как показала практика, револьвер получился слишком мощным для тогдашней металлургии и впоследствии, коль все-таки уменьшил объем комор, таким образом, Уолкер довольно долгое время оставался одним из самых мощных серийных револьверов. Наконец, еще несколькими важными усовершенствованиями было, во-первых, введение постоянного спускового крючка, запосвященного скобой, как можно видеть на фотографии. Паттерсон, как уже было сказано, не имел такого спускового крючка, он просто убирался внутрь. И введение рычага заряжания под стволом, как отдельные детали. Правда, на ранних Уолкерах это была довольно ненадежная система, потому что при выстреле рычаг постоянно падал, и некоторые солдаты просто подвязывали его к стволу ремешком, чтобы его можно было хоть как-то использовать. Тут еще один товарищ хочет принять участие в записи нашего ролика. Его зовут Весемир. Он пока что мало кто-то понимает в оружии, но тоже очень хочет стать звездой экрана. Ну, пока продолжим про кольта. Все было изготовлено 1100 новых револьверов, 1000 по военному заказу, и сотня для коммерческой продажи и подарков. Современным исследователям известно про 187 сохранившихся, что, в общем, достаточно большое число учитывало, что это фактически был первый серийный достаточно удачный револьвер. Считается, что одной из самых больших проблем, из-за которой Уолкеры не дожили до наших дней, был разрыв барабана. Часть от этого могла быть вызвана тем, что стрелки неправильно заряжали конические пули Пикета. Действительно, в барабан револьвера эту пули зарядить достаточно сложно. Один из современных стрелков, купивший реплику Уолкера от фирмы Уберти итальянской, отмечал, что ему пришлось дремелем высверливать конус в заряжающем рычаге, и только после этого он смог нормально загнать эти пули. Вполне возможно, что стрелки, наоборот, считали, что пули надо заворачивать, заряжать конусом внутрь, а именно так это даже легче получается, чем обычные круглые пули. Правда, современные опыты показывают, что неправильная зарядка вряд ли может привести к подобным последствиям. Более бы достоверной выглядит версия о проблемах с металлом барабана. Согласно ей, первые барабаны были из кованой стали, имеющей покрепление шлака. Ну, фактически разновидность чигуна. В сочетании с зарядом пороха, рассчитанным скорее для ружья, чем для короткоствольного оружия, это могло действительно привести к разрыву. В дальнейшем кольт при изготовлении барабанов перешел на более качественную литую сталь и уменьшил объем комор. Наконец, есть еще такая менее подкрепленная документами, но более реалистичная с точки зрения человеческой психологии версия, вызвана просто желанием людей унести новое оружие со службы, с военной службы домой. Действительно, барабан взорван, револьвер списан вчистую, следов нет, что с ним случилось дальше, уже никто разбираться не будет. Эта версия действительно тоже разделяется некоторыми историками, которые отмечают, что техасского рейнджера сдать свой Уолкер было практически невозможно. Настаивать на этом было проигрышной битвой. В любом случае, при всех недостатках первых Уолкера возможность в бою с индейцами сделать 5-6 выстрелов подряд без перезарядки естественно превышала все прочие недостатки. Именно Уолкеры возродили фирму Хольта, дали второй шанс и сделали револьверы тем оружием, которое мы знаем. Ну вот, котята требуют своего внимания, поэтому мы закончим. В дальнейшем мы продолжим рассказ как про револьверы системы кольта, так и про другое оружие 19 века. А пока, если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк и ждем вас снова на нашем канале. До новых встреч!